Всем привет! Новая волна. Что такое новая волна? Новая волна вообще такое растяжимое понятие, что не стоит, как я уже много раз говорил, ориентироваться на название стилей, потому что они настолько условные, настолько общие, настолько разная музыка играется под маркой стиля, например, та же новая волна. Это же не только, скажем, там Duran Duran, Pretenders и там кто-нибудь еще, Cars, да, The Cars. Это очень много разных артистов, совершенно разных, которые играли абсолютно разную музыку. Это и King Crimson, и Token Heads. Разве можно сравнивать, да? Никак не получается. Но о новой волне, условно говоря. Вот пластинка группы, которую я люблю безумно. И пластинку, и группу. И одно время я вообще считал эту группу лучшей группой в мире, так уж если говорить. Сейчас я так не считаю, потому что лучших групп в мире нету просто. Очень много замечательных команд, которые играют удивительную музыку. Музыку, которая дает нам, ну мне во всяком случае, жизнь, интерес, любопытство, радость, любовь. Все на свете просто. Как путешествия в какие-то другие миры. Непознанные, невиданные доселе. Невероятные. Группа XTC британская. Тысячепроцентные британцы. Миллионопроцентные англичане. То бишь, абсолютно английская музыка. Но такая глубокая, такая умная, такая сложная. При всем при том, что они всегда старались писать поп-мелодии. Но, как в анекдоте про Карла Маркса и Дворника, бороду-то сбрить можно, а у мища-то куда девать. Поэтому эти самые поп-мелодии оборачивались такими сложными, замысловатыми построениями, что группа не обрела мировую популярность. Однако, может быть, это и хорошо, потому что такие музыкальные дэнди, как XTC, как Энди Патридж, Колин Молдинг, Дэйв Грегори, они не вписываются в обойму большого шоу-бизнеса. Вот, ну, никак. Просто, когда начинаешь их слушать, или когда видишь их на сцене, когда видишь их в студии, есть там всякие записи, видео, можно найти, если задаться целью. Ну, это не рок-герои вот эти вот такие. Вообще, это джентльмены. Это серьезнейшие музыканты. При этом современные. И на тот момент времени, я имею в виду 80-е годы, скажем так условно. И сегодня, когда слушаешь эту музыку, она, кажется, записана вчера буквально. Новая волна. Питер Габриэл тоже новая волна. Потому что звучание барабанов на этой классинке – это альбом Black Sea. В 1980 году он вышел. Звучание барабанов здесь не то чтобы украдено у Питера Габриэла, но сделано достаточно похожим. Потому что продюсер Стив Лиллевайт работал перед записью этого альбома с Габриэлом. И не украл он у Габриэла звучание. Они вместе изобретали. И Лиллевайт изобрел этот звук барабанный. И функцию барабанов в песне, да, в музыкальном полотне. Вместе с Габриэлом это они сделали. И Лиллевайт привнес эту штуку и сюда. Эти загейтованные такие барабаны. Но в нойз гейт. Это когда нойз идет, шум, воротики такие раз. И он обрезается. Ну, послушайте первые альбомы Габриэла. Поймите, что это такое за звук. Здесь это все есть. Но здесь это все совершенно по-другому. Не так, как у Габриэла. Хотя довольно близко именно к такой вот умной музыке, которую играл Габриэл в первых альбомах. И Роберт Фрипп в свое время. В XTC, кстати, это четвертый альбом. А на первых и двух играл на клавишах Барри Андриус. Эндриус. Который ушел потом из группы XTC к Роберту Фриппу в коллектив под названием Лига джентльменов. Так вот, четвертый альбом удивительных британцев XTC. Первые два альбома были, ну, скажем так, условно, нововолновые. Но очень сложные. Очень закрученные, очень сломанные такой музыкой. При этом фантастически хорошо сыгранные. Мало того, что композиторские очень интересные, но и сыгранные еще блестящие все. Но они слишком умные для того, чтобы быть популярными в массах. Я ничего не имею против масс. Но музыку все-таки большинство людей слушают для того, чтобы отдохнуть. А для того, чтобы слушать музыку XTC, нужно затратить определенный труд. Хотя она тоже, в общем, это в большом смысле слова, в широком смысле слова, это поп-музыка. И она приносит и кайф, и радость, и удовольствие. Я слушаю эти пластинки XTC. У меня они все есть. О всех я расскажу. О каждой из них. Потому что все они заслуживают отдельного обсуждения. Уж знакомства, во всяком случае. Но помимо вот этой внешней радости, внешнего кайфа, внешнего драйва такого, внутри, когда начинаешь копать, там столько всего наворочено, там столько наиграно, столько напридумано, что это уже труд. Вот это все разбирать. Это при всей моей любви, там, группе Kings, скажем, там все понятно. Там ничего не надо разбирать. Там сразу все слышно, все ложится, все бас играет так, гитара так, вторая гитара так, барабаны тоже. В общем, все, и все здорово, все звучит. Я уже не говорил о Beatles, величайшей музыке 20 века, которая тоже абсолютно понятна. Здесь тоже все понятно, но очень всего много и очень сложно. Ну, как у King Crimson, например. Я легко сравниваю XTC с King Crimson, совершенно запросто. Четвертый альбом, третий, изменил мою жизнь, а также жизнь Виктора Робертовича Цоя, а также Евгения Федорова из группы Tequila Jazz, а также Свина Панова из группы Автоматические Удовлетворители и массы-массы наших друзей, приятелей, коллег, музыкантов и просто хороших людей. Это третий альбом, Drums and Wires он назывался. Про него я расскажу отдельно, а это следующая классинка за Drums and Wires. Она вышла через год, и можно сказать, что это продолжение Drums and Wires, но как-то более матерое. Более матерое. Они как раз хотели уже написать более понятную музыку, потому что в Drums and Wires там черт ногу сломит при всей внешней такой поп-ориентированности. Там мама дорогая, что там наиграно, что там придумано, как там спето, как там все это сделано. Это удивительный альбом. Расскажем про него. Здесь задача была пойти в массы, в хорошем смысле этого слова. В общем, отчасти получилось, но музыка стала еще сложнее, еще громче, еще жестче. Ну, такой крем немножко в рог все-таки они взяли. Получилось все, но XTC, их умещи, их сложность, их по-хорошему путанность осталась. И начинаем с первой песни Respectable Street. С таким смешным интро, когда как будто ставится старая запиленная пластинка, из нее льется еле слышный голос. Ну, как у Pink Floyd. Есть такой моментик. И потом начинается Respectable Street. Одна из двух песен. Вторая – это «Towers of London» на второй стороне. Где-то по композиции похожа на Kings, только в 14 раз громче, в 14 раз более гитарно, более мясно, с этими самыми барабанами, которые можно услышать у Питера Габриэла. Вот такие вот мощные, круглые, с дикой бочкой, с искаженным звучанием и томов, и малого, и всего, и тарелок. И все удивительно звучит. Барабаны записаны невероятно. Ну, а помимо барабанов, гитарная игра, ритм гитары играет. Такие фразочки, такие неожиданные повороты, такие неожиданные аккорды внутри. То есть, так сыграть, так это надо думать. Это надо думать. Но все это, когда складывается, звучит монолитно, здорово, естественно. И довольно сложные голосовые партии, которые при их сложности, они очень легко впитываются, очень легко всасываются в мозг, в душу, в тело, куда угодно. Respectable Street. Дальше идут генералы и майоры. Веселенькая, казалось бы, песня. Ироничная. Тут везде, тут с юмором все в порядке, с английским. Ироничная, с барабанами такими а-ля диско. Но все очень прозрачно, очень здорово. Катит бас, толкает вперед. Гитары играют, как я уже и говорил, очень странные ритм-функции. И очень красиво, и очень музыкально все. То есть, тут, я не знаю, отсылки просто к классической музыке. Потому что один аккорд разбивается на несколько уменьшенных. И так это красиво, так это музыкально. Какая-то такая картина симфоническая просто складывается. Из двух электрогитар всего. Living through another cube. Третья песня. Опять-таки сатира. Едкое, жесткое напоминание о холодной войне, о будущей. Второй волне холодной войны. Может быть, о горячей волне. Но все это с дикой перкуссией. Такой с сатирой на сатиру на латиноамериканскую музыку. И Карлос Сантана здесь отдыхает в построениях именно ритмических. В перкуссии, в бас-гитаре, в рефрине, который поется на несколько голосов. В голосовой линии главной, которая почти рэп, но не рэп. А просто такой выстрел, словесный выстрел. Love at first sight. Немножко более традиционная песня, в отличие от первых трех. Тоже прямая, тоже с очень клонящимися в сторону диско барабанами. Но слово диско, то есть не цепляйтесь за него, никакого диска здесь нет. Здесь тяжелый, английский, очень замороченный, очень неожиданный рок. И моя... Rocket from the Battle тоже похожа на Love at first sight. И моя самая любимая песня, которую я включил бы в 50 лучших песен, в 50 любимых песен Алексея Рыбина, это No Language in Our Lungs. Вот там все. Там просто и сложность, сложность, равная, наверное, там, произведениям Gentle Giant, где-то, и Rush, и кого угодно. Но все это так называемая новая волна. Никаких таких пафосных каких-то вот таких размышлений музыкальных, а все это в ритме, в темпе. ломаные мелодии, неожиданные совершенно, казалось бы, атональные какие-то выходы, возвращение обратно, многоголосье, и настолько торжественный финал, торжественный, почти хардроковый, почти такой, я не знаю, хардроково-гранжево-набаболново, не буду говорить металлический даже, такой прямо выстрел. Но очень-очень все красиво и очень все мощно и торжественно. А вот вторая сторона, она не такая торжественная, она больше похожа на Drums and Wires, на предыдущий альбом, своим абсолютным безумием. Единственная песня Tower of London, которая отсылает к музыке Kings, но опять-таки, я уже говорил, что Kings, представьте себе Kings, только с тяжелыми гитарами, с очень сложными партиями ритм-гитары, соло-гитары, с очень сложным пением, опять-таки, двух-трехголосия, с дикой, вот такой вот закрученной мелодической линией, но в целом похоже на Kings, вот скажем так. Еще на Beatles ориентировалась эта группа, когда записывала данный альбом, но это очень трудно услышать, я бы сказал, потому что вся вторая сторона, она вот отсылка к предыдущему альбому, к сложностям, к авангарду, только не к авангарду, который непонятен, да, совершенно не к такому авангарду, а к, ну, я не знаю, там, к современной симфонической музыке, к сложным, не очень легко прочитываемым таким мелодическим линиям, и мелодическим, и гармоническим, и странные гармонические построения, очень, вот, в общем, все, все совершенно бесподобно. Последняя песня, она просто Travels in nylon, которая посвящена шоу-бизнесу, как водится, она абсолютно безумна. Здесь и психоделия, и прогрессив рок, и все вместе в одном флаконе новой волны, группа XTC, величайшая группа так называемой новой волны. Все. Пошел пить. Это невозможно. Это великая музыка. До новых встреч. Пока.